У меня дача. Какие налоги я обязан платить? Какие налоги должны платить владельцы дач? Чем земельный налог отличается от имущественного? На эти и другие вопросы отвечу я, юрист Евгений Карасакин. Собственник загородного дома должен платить два налога. На земельный участок и имущественный налог на дом и строение, уходящиеся на этом участке. Налог на имущество физических лиц. Оба платежа являются местными. Это значит, что эти средства идут не в федеральный, а в местный бюджет. Налоговые ставки, порядок оплаты налогов, а также налоговые льготы прописываются местными властями. Оба налога рассчитывает налоговая инспекция, а не собственник. После начисления налоговая рассылает уведомления об оплате, в которых указаны Сумма, которую необходимо заплатить Год, за которым рассчитан налог Размер налоговой базы Кодатровая стоимость объекта Уведомления также должны указать налоговую ставку и применяемые при расчете налоговый льготы Зимение налога и налог на имущество физических лиц Необходимо платить до 1 декабря текущего года За предыдущий налоговый период Таким образом, за 2018 год Налоги должны быть уплачены Не позже 1 декабря 2019 года Важно отметить Что если по каким-либо причинам Произошла переплата То лишнюю уплаченную или взысканную сумму налога Можно вернуть в течение 3 лет Со дня переплаты или со дня Когда стало известно об излишнем взыскании Статья 79 Налогового кодекса Я оставлю ссылку в описании на эту статью ниже под этим видео Имущественный налог Налогобложение подлежит объектам недвижимости В том числе дома и жилые строения Которые расположены на земельных участках Предназначенных для ведения лишнего подсобного хозяйства Дачного хозяйства Огородничества Садоводства И индивидуального жилищного строительства Ход постройки Бытовые и подсобные помещения Летние кухни, бани и прочие вспомогательные сооружения Которые расположены на вышеперечисленных видах земель Также облагаются налогом В случае, если права на них зарегистрированы в ЕГРН Если площадь такой постройки не более 50 квадратных метров То налог с нее не взымается Данная льгота действует только в отношении одной постройки Кадастровая стоимость объекта Влияющая на расчет имущественного налога Рассчитывается на основе нескольких ключевых параметров площади Годы постройки Использованных стройматериалов Наличие коммуникаций Кроме того, кадастровая стоимость похожих объектов Будет варьироваться в зависимости от региона страны Информация о стоимости вносится в ЕГРН Земельный налог Размер земельного налога зависит от вида земельного участка Его площади и категории, а также кадастровые стоимости И, конечно, местоположение Ставки для расчета земельного налога определяются местными властями И фиксируют в нормативно-правовых актах Соответствующий документ можно запросить лично в муниципалитете Или посмотреть на официальном сайте Когда местные органы управления фиксируют размер земельного налога Они обязаны ориентироваться на максимальный размер налога на федеральном уровне И не имеют права его превышать Например, ставка земельного налога для сельскохозяйственных земель Участка для личного подсобного хозяйства или дачного хозяйства Садоводства или огородничества Не может превышать 0,3% Максимальная ставка по земельному налогу В отношении иных участков установлена в размере 1,5% Статья 3194 Налогового кодекса Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова